Расскажи про схватку, потому что эта схватка не похожа ни на первую, ни на вторую. Это финал Олимпийских игр, здесь малейшая ошибка может что угодно может случиться, поэтому рисковать я здесь не стал, но без ошибок старался бороться, но были мелкие ошибки, которые я допускал и в общем все прошло по плану. А ты обратил внимание, Рашид, кто судил эту схватку? Нет, я никогда на суде не смотрел. А это был тот самый судья, который зафиксировал твою победу в Будапеште? А, да, волосатый. Я потом к нему подошел и сказал, что спасибо за то, что вы судили эту схватку, вы фартовый для Рашида. Он улыбнулся и сказал, наверное, да. Но я никогда не смотрю на судей, кто судит, не обезьянно. С каким геймпланом ты выходил на эту схватку? Я никогда не ставлю план, когда выхожу бороться. Все у меня, ну я по ходу, да, на ходу придумываю. У меня уже, да, можно сказать, уже десятилетиями наработанные приемы, которые я доводил до автоматизма. Ну, уже приходится на ковре думать, да, что делать. А если я заранее поставлю план, и этот план, если у меня не сработает, потом ход поединка может на это сказаться. Поэтому выхожу и на ковре уже смотрю, как и как двигаться. Нога не беспокоила? Нога не беспокоила, но я в голове страх был. Вы, если заметили, ни один проход я здесь не сделал. Да. Ну, боялся проходить, пройти в ногу, да. И, в общем, нормально. В ноги же? Не всегда же на ногах болит, тоже может быть. Многие не знают, что этой Олимпиады для тебя могло и не быть, если бы все пошло не по твоему сценарию, да, потому что ты получил вот эту травму, которая была очень неприятной, и несколько раз тебя очень сильно беспокоила, ты долго восстанавливался. Психологически очень тяжело было подходить к этим играм, да, и ты не была уверена, что ты поедешь. Все, что делается, все к улучшему. Вот эти травмы, это наоборот, они, ну, это для меня, в первую очередь, испытание, да, все, что, как я это буду переносить, чтобы я заранее себя на 50 не ставил, чтобы недооценивал соперников, ну, как говорится, раненые левиты еще опаснее было. Тогда к дедушке огород пахать поедешь. Сейчас уже лето заканчивается, может, к осенью. К Кихурзаевичу звонил, потому что он очень сильно переживал, волновался, ты заставил его еще перед схваткой поволноваться, я его пытался успокоить. Я еще не успел, как только боролся, мы сразу вызвали на награждение, и сейчас, по-моему, ждет допинг-контрольг. Рашид, с Кайлом Снайдером это у тебя вот третье противостояние. Каким он тебе показался сейчас, насколько ожидаема была его тактика, и, наверное, он тоже сделал выводы, и ты, наверное, чего-то другого ожидал, да, более серьезное сопротивление оказывал? Вы знаете, поменять борьбу – это очень, очень сложно. Но если человек в таком возрасте уже, у него с детства одна борьба, и в этом возрасте поменять это не так легко. Ну, я не думал, что он что-то новое сделает, потому что, ну, я, как уже сказал, ее поменять такие, как говорится, рождаются раз в сто лет, да, чтобы в любой ситуации чтобы поворотся. Ну, если у человека одна и та же борьба, но ее практически невозможно поменять. А здесь он был очень физически готов, он с первых же минут, да, я, как уже сказал, уже начал нападать. Ну, наверное, хотел, как и в семнадцатом году, меня загнать и на последних секундах вырвать. Ну, не тут-то было. Только в отличие от семнадцатого года, тогда, сейчас ты весишь девяносто восемь, да, или там твой вес... Да, я перед финалом в семнадцатом году я взвешивался, у меня было девяносто один килограмм, а здесь я сегодня перед финалом, когда взвешивался, было девяносто семь, девяносто шесть. А, ну, то есть ты прибрал пять килограмм, и ему стало сложнее сдвигать с тебя с места? Может, и это сказалось. С ним вопрос закрыт, или вы еще встретитесь, как ты думаешь? Ну, я думаю, еще встретимся, потому что я пока не собираюсь оставить борьбу, я думаю, я думаю, и он тоже впереди. У нас через пару месяцев чемпионат мира будет, всякое множество. Планируешь участок, наверное, в Америке? Сейчас не хочу вперед, впереди поезда бегать. Я немножко отдохну уже, потом посмотрю по состоянию. Нам Ильич только что сказал, что если Садулаева выпустить на Стивенсона, который в тяжелом весе стать чемпионом, Садулаев его порвет. Как прокомментируешь? Ну, может, Ильич что-то знает. А вообще было бы интересно с ним побороться, там, за хорошую сумму денег, может быть, чтобы, ну, все-таки двукратный олимпийский чемпион 86 плюс 97 и 125. Понимаете, я этого парня первый раз здесь вижу, да, это, я не знаю, как их мотивирует, этих американцев, для них, да, человек, даже я слышал, что он где-то в тюрьме сидел, пришел, и таких гигантов, таких титуловных спортсменов, как Тахагуль, Гено, всех победил. Ну, я не знаю, мне самому интересно посмотреть на их, кто их готовит, какой у них психолог. А ты с Тяжами, кстати, сам вообще часто работаешь, и какие результаты в ваших спаррингах обычно? С Тяжами я вообще не работаю. Ну, он же не тяжелый, у него где-то 105 килограммов, это, ну, до 105 я максимум могу работать, а дальше уже нет. И, во-первых, мне смысла нет с ними работать, я от них ничего не наберу. Во-вторых, еще, не дай бог, травму сделали. А вот ты сказал, что по поводу борцов, которые рождаются раз в сто лет, а ты себя относишь к таким борцам, которые рождаются раз в сто лет? Я думаю, нет, потому что такие, как я, тоже есть, наверное. Ну, вот ты себя чувствуешь великим борцом уже? Нет, великий, великий, это Карелин, вот живая легенда, который здесь боролся. Михаил Лорес. Четырехкратный олимпийский чемпион. Кстати, как тебе от него мотивация? Он четырежды выиграл золотые медали на олимпийских играх, вот ты сейчас две выиграл. Есть пороха? Столько здоровья, как у него будет, я думаю, я, может, попробую, но я вряд ли столько потяну. Чтобы стать самым титулованным вольником, тебе нужно просто выиграть все миры и олимпиаду в Париже. Ты это понимаешь? В Париже, да? Да, ну и семь миров плюс. Ну, будем работать. А скажи... Можно вопрос правильно задать? А планируешь ли ты стать самым титулованным борцом? Есть ли здоровье? Ну, я же говорю, я постараюсь не пропускать все те чемпионаты, которые будут. Но я же не знаю, как судьба сложится. Вот, как и здесь, у меня, может быть, опять травма там всякая может быть в жизни. Поэтому то, что от меня зависит, я буду делать. Сейчас будешь отдыхать или все-таки к миру в Норвегии? Сразу срочно. Как? Будешь отдыхать или к миру в Норвегии все-таки подумаешь, выступать, не выступать в этом году? Подумаю. Ну, отдыхать я же не буду полностью отойти от спорта. Если я отойду... Будет как пять лет назад. Потом, да, я уже через это прошел, мне потом вернуться заново очень тяжело будет. Поэтому, ну, я буду ходить стабильно в зал, поиграть там в регби, футбол, на плавание пойду. Ну, буду активно отдыхать. Авгул Рашид, вот была такая твоя цитата три года назад. Я, честно говоря, я не помню уже кому. Ты тогда сказал, что по поводу возможного перехода в ММА, вы у меня спросите после Токио. Вот Олимпиада в Токио прошла. Прошла, я спрашиваю. Я собираюсь перейти в ММА. Ну, нет у меня места перейти туда. Мне голова еще не знаю. Кстати говоря, перекликаясь с этим вопросом, Хабибу недавно задавали вопрос. Хотел ли он побороться с тобой? Он сказал, что нет смысла, потому что другая весовая категория, я думаю, что абсолютно не имеющая почвы вопрос. А вот тебе интересно было бы просто даже для себя побороться с Хабибом и почувствовать, насколько он хороший именно в противостоянии? Ну, Хабиб умный парень, но знаю, чем я. Ну, интересно. Ну, я думаю, побороться на следующем. Поправнивать атмосферу между Рио и Токио, где понравилось больше? Вообще, как влияло то, что не было болельщиков, вот эти все ограничения? Ну, когда болельщики, ну, это уже, да, отдельная атмосфера, это другая атмосфера. Ну, это совсем другое, да, мотивация, без золота тебя болеет, это просто словами не передать. А здесь, здесь как будто тренировочные схватки были. Ну, есть и здесь плюс, и там, и тут, потому что, когда болельщиков много, ну, и ответственность большая тоже. А Снайдер какое место на чемпионате России бы занял? На чемпионате России? Да. Ну, если бы ты в нем не участвовал? Ну, если, как здесь группа будет, он в финал ушел, может. Ингушский танк, Муса Явлоев, пожелал тебе удачи, сказал, что передает эстафету. Ты эту эстафету подхватил, завоевал золото, ну, может быть, пора уже встретиться, наверное, на ковре, просто проверить, у кого захват сильнее, или там, в партере. Успеем, да, еще. Все еще, все еще впереди. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших спортсменов, наших братьев-классиков, всех спортсменов, всего российского олимпийского комитета, кто проиграл, чтобы они не отчаивались, чтобы, ну, сделали правильные выводы. Для них это большой опыт, и самое главное, духом, чтобы не падали. Спасибо большое, с победой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok